Давайте так, кто запускает своё ICO в ближайший месяц? Хорошо. А кто думает о том, что будет запустить ICO? Хорошо. У кого есть биткоины в кошельке? То есть те, кто ICO запускает, у них нет предметы. Надо изучать технологии. Хорошо. Все остальные, в принципе, предметы знают, слышали о токенах тоже. Знаете? То есть про токены рассказывают. Все про токены знают. Ну можно вкратце. Ничего-то не знают. Сейчас приходит результация. Давайте кратко тогда. Собственно, блокчейн. Сейчас очень много определений. В блокчейне написано, что выгребает цепочку блоков. Я утверждаю, что это обязательно какая-то цепочка из транзакций с внутренним мотиватором цепочения работы узлов, который, собственно, является криптовалютой. Блокчейн без криптовалюты – это профанация. Типа а-ля приватные блокчейны, мастер-чейны – это чисто промоушен. Для того, чтобы государственным органам продать. Значит, умный контракт – это суткипедия, кстати. Возможность использования в умном контракте передачи стоимости требует криптовалюты. То есть как только слышите умный контракт – это по-любому криптовалюта. То есть умный контракт без криптовалюты – это, опять же, профанация, может сразу высылать человека, который пытается этого уши на уши, знаешь. ICO – это механизм привлечения финансирования. По сути, это то же самое, что краудфандинг, краудонлизинг, краудсейл или токен сейл. Значит, по-разному, в зависимости от того, что такое токен. Здесь название ICO – инициал, например, slowcoin, offering. Слово coin – сейчас умное слово токен. То есть правильно говорить, там, ITO. По привычке все равно ICO называют. Там есть еще аббревиатура, но разные названия. В общем, суть такая – вы выпускаете какие-то единицы цифровые, которые можно между собой передавать. Токен – это жетон, как метро. То есть вы выпустили 50 жетонов, их продали. Потом, по идее, люди эти жетонки будут обмениваться. Значит, про блокчейн и ICO. ICO – оно изначально пошло именно под проекты блокчейна. Значит, блокчейн обязательно должен быть coin, то бишь криптовалюта. Соответственно, там, в нишен, coin, offering. И это и есть ICO. То, что сейчас проводится, это вообще ни разу не ICO, это просто сбор бабла, которая, ну, вообще никак не привязана к реальности. Это чисто мошенниче в противном случае. В этом плане я рекомендую вам в первую очередь подумать про продукт, который вы создаете. Второе – подумать, значит, нужно ли вам вообще таким образом проводить компанию. Если, собственно, да, как бы решили, что нужно. Ну, в принципе, на пирамидах тоже зарабатывает. И на мошенничество тоже можно зарабатывать. В принципе, люди на этом деньги делают. И в принципе, живут хорошо. Это только внутреннее ваше увеждение, значит, по поводу того, что честно, а что нечестно. Ну, собственно, презентацию, она открыта, можете все это прочитать. Сильно поэтому углубляться не буду. Значит, ICO, оно похоже на IPO, значит, но вы не можете акции продавать, что важно. То есть есть токены или коины, вы не можете привязывать их к доле компании. Если вы это обещаете, это, собственно, вся регуляторика. И теряется весь смысл проведения, собственно, ICO. То есть вам тогда проще будет идти опроводить. Это к краудинвестинной тоже самое относится практически. Потому что в краудинвестинной сейчас единственное там сайдекс, пускай активы. Еще есть несколько компаний, которые проводят краудинвести по договору займов. Ну, там может быть, там чуть-чуть варьируется. Это не доля компании. То есть это не инвестирование напрямую. Это такой займ с бонусами. На бонусы, естественно, какие-то планы. Собственно, последовательность, что надо заполнять. Естественно, там ВЛПР. Собственно, когда начнете это делать, более подробно всю эту информацию, в том числе и в этой презентации, можете взять. Это не проблема. Ну, отметить можно, что самая главная суть проекта надо описать на дорожную карту. А самая главная команда. Проверить, естественно, рынок актуальности. Но, фактически, вот этот выпуск в итоге, называется еще предварительное, вот эта проверка, гипотеза о том, что это кому-то нужно. И это хороший инструмент. Так же, как краудфандинг. Это проверка рынка, нужен ли ваш продукт. То есть, прежде чем создавать бизнес, сначала вы проверяете, нужен ли ли продукт. Ну, плюс экономика проекта и описать, собственно, токен, и почему его будут покупать. То есть, в чем вообще смысл инвестирования. Почему он будет расти. Так, ну, обязательные активности. Понятно, это социальные сети, направленные на тех, кто уже в курсе дела. То есть, это, опять же, криптовалютное сообщество анархистов и бежнарианцев. Ну, естественно, там все социальные сети, которые можно... Ну, если вы на широкую массу настроенную нацеливаетесь, то это может оказаться, так сказать, очень дорого. Потому что будет из пушки по горобям. То есть, вы много денег потратите на рекламу и маленькую конверсию получите. То есть, в этом плане надо целиться более узконаправленно. То есть, в первую очередь, люди, которые знают про криптовалюты, про ICO, слышали. И которые хотят поиграть в эти хайпы. Это сейчас. Либо наценивайтесь на вашу какую-то узкую целевую аудиторию, которой нужен ваш продукт. Самое лучшее. Собственно, это самое идеальное. Но я говорю сейчас, там, 95% это хайпы, которые просто, так сказать, заработаете и быстро убежаете. Так, ну, слэк, теледрама, то есть каналы, да. Самое актуальное, наверное, то, что это надо все на английском языке делать. Однако, обязательно рекомендуется в команду включать, значит, русскоязычных людей. Это стало признаком хорошего стола. То есть, у нас сложилось. И вам нужно будет еще китайское сообщество. То есть, у них тоже много запросов на то, чтобы куда-то слить деньги. Например, в юане. То есть, есть объективная такая проблема, что инвестировать практически не в чем. И как бы ICO позволяет инвестировать куда-нибудь в нормальные какие-то интересные проекты, выходя из юрисдикции. Там всё анонимно. Кстати, про страну и государство. То есть, когда вы запускаете, понятно, вы физически находитесь где-то в какой-то стране, вы можете это переезжать, можете зарегистрировать в какую-то юрисдикцию компанию. Ну, в общем-то, это делать совершенно не обязательно. Соответственно, и науков никаких не изникает. Но это опять же какая-то чёрная схема называется, собственно. В неё играться, если вы, собственно, готовы в это играться. Баунти-компания. Это партнёрские там называются по-русски. Когда вы раздаёте какие-то токены за активность. То есть, люди вас рекламируют где-то в социальных сетях, вы даете им токены. Они становятся вашими проповедниками вашего продукта. Ну, естественно, основная затрата это PR. В основном идёт, если говорить вообще по очерёдности. Понятно, там сайт, значит, привязка, юридические моменты. Это всё надо прописать. Экономика, ВЛП и дальше PR. На PR вы потратите процентов 75 бюджета. Кстати, сейчас про бюджеты. Насколько мне известно, проведение ICO стало дорогим. Специалисты берут много денег, те, которые специалисты. А те, которые новички, там абсолютно нет никаких гарантий. Код специалиста сейчас от 200 тысяч долларов идёт. Ну, там есть какие-то более-менее гарантии. Так, ну, реклама, ICO на ICO-трекеры. Ну, скачайте презентацию, там по ссылке можно эти трекеры посмотреть. Да, рекламная процедура. Это те, так сказать, списки, которые тоже с одной стороны рекламируют, а с другой стороны они аудит производят. То есть, когда вы вставляете свой проект, проектов огромное количество, необходимо заручиться по помощи, поддержке лидеров, мнений и ICO-трекеры, существующие, ну, плюс люди, которые давно в этой теме, которым доверяют. Команда. Ну, вам потребуется, там, человек 5-10 вам потребуется. Естественно, их надо либо оплачивать, либо в долю брать. Ну, то есть, как обычно, собственно, команда образования. Вся эта команда, в основном, она публикуется на WildPep. И зачастую ещё, ну, я имею в виду на Alay, Indie и WildPep. То есть, они отвечают таким своим лицом. Правда, потом заметают следы, частенько такое бывает. То есть, когда провели ICO, собрали бабла, сайт закрывается, информация стирается. Те карты, которые были, ну, я рассказываю, как оно происходит. То есть, ну, собрали бабла, да? То есть, что вы покупаете? То есть, делается на биткоин-талке, на других ресурсах, информация о проекте, она делается в виде картинок. Потом, значит, хостинг того, где эти картинки размещаются, херится. И всё, вы чистые. Никто не помнит даже о том, что был ваш проект. Вот. Поэтому, кстати говоря, сейчас родился новый проект, как называется ICO-лиц, для того, чтобы это всё было чейнфиксировано. Чтобы таких было поменьше. Мне это нужно, потому что я занимаюсь экономикой, и дискредитация технологии, она мне идёт не в пользу. Так. Ну, собственно, целевую аудиторию. Вам очень важно определить целевую аудиторию. Понятно, что это будут долгосрочные, краткосрочные инвесторы, там спекулянты сейчас пока. Ну вот. А также я бы смотрел в первую очередь на тех, кто будет пользоваться вашим продуктом. То есть, когда у вас есть нормальный продукт, то для вас инструмент ICO, ICO, он очень хороший. И его надо использовать. Ну, соответственно, можно зарегистрировать фирму, даже нужно зарегистрировать фирму. Вы можете выбрать там Сангафор или другую, он любую может юрисдикцию. То есть, когда вы продаёте продукт, можете даже российскую юрисдикцию. В этом плане договор по предпродаже, значит, переступка прав, это делается относительно просто. И понятно там налоги, то есть вся абсолютно понятная белая схема. Ну, там как бы маленько получается так. Так как это новая тема, то, в общем, я считаю, что это нужно использовать и продавать как продукт. А заодно могут инвесторы это продавать. Это самая хорошая схема. Так, ну тут общая рекомендация. Значит, вам по-хорошему нужно будет проводить предварительную, то есть за месяц до. Вообще, компания начинается примерно за полгода-год. То есть, от момента появления какой-то идеи, значит, вы собираете команду, у вас формируется там понимание, да, что вы делаете. Команда понимает. Каждый из членов команды может ответить, собственно, в чём суть проекта, да. Потому что тоже бывает такое там, людям, которые в команде, им задают вопросы, а про чё проект они не знают. Вот. И это выглядит не очень красиво. Но, собственно, это не мешает сохранению. Ну, понятно, что тонким инициатором является, да, то есть, ну, Петро, я называю, может быть один человек, может быть два-три человека. Они публичные, они желательно там, ну, каждый день видео записывать, или постить чего-нибудь, значит, поддерживать связь с комьюнити – это обязательно. То есть, здесь именно широкая масса, и чем больше людей вы вовлекаетесь, тем больше вес вашего токена, коина. Вот. Ну, да, одно из то, что всё-таки это с людьми. Вас будут троллить, все будут троллить. В русскоязычном сообществе каждый первый будет троллить. В русскоязычном вам будут задавать вопросы, и на эти вопросы вам надо отвечать. То есть, вас не будут сильно троллить, но если вы не сможете ответить на вопросы, вряд ли это получится. То есть, надо понимать, куда вы идёте, для чего вы идёте. Это ядро команды оно должно понимать. Остальные помощники, ну, с них спроса нет. Проводите глобальное международное ICO, локальные они неуспешны. В принципе, есть успешные, но вообще глобальные темы – это технологические темы. IT в первую очередь и у Меттех – это то, что связано с какими-то новыми технологиями, в принципе, игры в этом плане. То, что, допустим, как мы выпустили гуси токены, навращивали гусей, оно чисто локальная тема – это пиар. Пиар – это проверка белой юридической схемы. Собственно, она имеет место быть. Я считаю, что по такой схеме можно дальше спускать уже именно экономику, когда просом нет токенами между производителями. То есть, такая кооперативная схема. У нас не зарегистрирован кооператив, но там предполагается просто кооператив. Тоже по I, как и токеновая запись. Ну, там тоже есть свои юридические вопросы, естественно. Так. Ну, дальше, собственно, примерное повторение. Здесь более детализированное расписывание, то есть, что нужно там. Здесь нет описания проекта, вопрос-ответ, презентацию, там 5-6 видеороликов. Значит, их заранее заготовить. Потому что, когда будете проводить свою собственную компанию, вам некогда будете заниматься. Сайт, лендинг. Ну, собственно, какая-то стандартная уже вещь стала. Естественно, там дальше по рассылке, тоже заранее готовите тексты. Вам нужен нормальный, хороший контент-менеджер в команде именно. Потому что фактически и он будет присоздавать этот проект. То есть, вы будете являться лицом. А то, как говорить и врачок, правильные слова произносить, да? Это контент-менеджер. И он вам нужен в команде именно, ну, как часть команды. Так. Ну, понятно. Чат как-то 24 на 7. Я отвечаю на вопросы, если вам надо будет сажать туда нескольких людей. 2-3 человека. Каждый канал, по сути. Телеграмм, там, в принципе, есть ребята, которые на этом уже бизнес сделали, да? То есть, сможет к ним обратиться. Вот. По МОВД. Ну, группы, естественно, группы на себя регистрируйте. То есть, когда вы начнёте проводить, там как бы будет оврал, да? Маленько, скорее всего. Поэтому заранее лучше готовьте. Регистрируйте домены, группы, основные все каналы на себя. Если вы проводите. То есть, это должно в ядре держать. Потому что потом, через месяц-два окажется, что, собственно, потом разброд и шатание. И потом половину ресурсов, собственно, не найдёте. А это про репутацию будет бить сильно. Так. Ну, Ютуб канал, естественно. Юридическое. Ну, да, про юридическое здесь уже сейчас рассказывали. А то, что вот можно дополнить. Ну, понятно, что надо выбрать нормальную юридическую схему, обоснование. То, что сейчас делается. Ну, можно там примеры привести. Мне больше всего нравится выпуск, ну, как The Coin. То есть, это акцион на талант. Есть всегда везде свои вопросы. Ну, по сути, это белая схема. Ну, чуть-чуть серая. Вот. Как разговор купли-продажи, это вообще белая схема. Там налоги не плачешь, в принципе, если... Ну, короче, с налогами. Вот. Вам, скорее всего, понадобится iScroll. iScroll. Это гарант на время проведения iScroll. И, скорее всего, кто-то, кто будет гарантировать, что вы с этими деньгами после iScroll не убежите. Вот. А сейчас те компании хайперские, которые проходят, они от iScroll отказываются. Это признак того, что это ненадежность. Хайп, кстати говоря, это не значит, что это кидалово. Хайп – это быстрорастущее что-то. Но, как известно всегда, все, что быстро растет, оно потом, значит, снижается. И после этого либо оно восстанавливается, либо в ноль. Ну, по поводу, значит, выбора, вывода фиат. На самом деле нет необходимости выводить фиат вообще. То есть вы сотрудникам, конечно, белую не можете оплачивать. Но те, типа валютные проекты, которые сейчас делаются, все люди, которые там в теме, они прекрасно принимают биткоины в оплату. Никаких вопросов нет. Вывести там 100, 200, там, 500 тысяч рублей, значит, на свои расходы – проблем никаких нет. Перевод, опять же, через Сингапур. То есть в Сингапур чем отличается? Там можно активы, криптовалютные, поставить на баланс. Соответственно, их продать на бирже легально, получить доллары, доллары через схему, значит, завести. А в России это будет, может, белая схема. Понятно, что там надо будет заплатить, ну, процентов 10, заплатить и понадобить. А, плюс налог, естественно, да. То есть, ну, смысл теряется. То есть выводить фиат – не смысл собирать только валюту, потому что капиталют, она растет, потенциально вырастет. А выводят фиат – зачем? Так, ну, значит, размещение информации, собственно, план действий. Когда начнете, тогда вам это понадобится. Ну, вот здесь подытожу, да, то, что подготовка там полгода-год, а потом, значит, непосредственно за два-три месяца начинается, собственно, сама работа. И за месяц до, там уже пиар-компания. То есть вам потребуется уже договориться. Вот заранее вы готовитесь, вы ознакомитесь со всеми, все контакты записываете. И вот, значит, заявляете о том, что будет ICO, и начинаете пиарить. Вот через месяц можно уже проводить ICO. И таким образом, если нормальный пиар будет сделан, то ICO закрывается быстро, там, за полчаса, а некоторые вообще за 30 дней. Вот. А некоторые сейчас новые схемы, вот как EOS, мне нравится, они пролонгировали на целый год. Вот тоже такая схема интересная, посмотрим, что получится. Так, ну, естественно, английский, китайский язык, русский опционально. Так, ну, у нас есть фонд, мы предоставляем там услуги, в том числе по упаковке, да. Ну, в общем, сильно зависит от проекта. Как правильно было сказано. В общем, если проекты нормальные, хорошие, с удовольствием работаем. Если это хайперски, мы с такими даже можете не проходить. Вот. Так. Ну, вот, ссылки. Собственно, презентации, я думаю. Ну, если хотите, сфотографируйте. Здесь всё открыто. Отмечу то, что есть киберфонд. Киберфонд это наиболее мощная тема. Там, собственно, активность продукции, Марина Бурева, ещё ребята, которые, они суперпрофессионалы, они очень давно в этой теме. То есть ещё Назари, даже до меня. Всё это начали, там, есть некоторые проекты, хорошие проекты. То есть это не дало бы ничего. И вот те проекты, там всё открыто публично. Значит, те проекты, которые были в портфеле, их можно выбрать. Там порядка пару десятков. Остальное всё, что заявляется, там, очень большой вопрос. Значит, в общем, это как индикатор. Так. Ну, ICO-трекер здесь. Список. Так. И, собственно, это я. Вопросы, сколько времени есть? Сколько времени? Один месяц. Так. Да. Вот во что, именно этот план, ваш фонд, да? Он как-то помогает это чем-то, чтобы атаковать Абхозович? Да? Мы можем в этом помочь, да. Если у вас нормальный проект, почему нет. А как он называется фонд? Ну, у нас фонд Российский Добротех. А я в юстиции Российской Федерации это, по-моему, снистирую. Вот. А есть у нас товарищи с Индопурским фондом. По большей части это юридическое лицо, которое… Ну, просто юридическое лицо. Ну, вы берёте, сразу вам деньги нужно за это платить, или проценты потом… А, по условиям. Значит, условия, они бывают сильно разные. В основном делается два варианта. Либо за деньги, да? То есть это как консультация таки отправляется. Либо мы в долю входим. То есть если проект наш, то мы в долю входим. А деньги 200 тысяч долларов? Нет. У нас это всё индивидуально. Я говорю про те цены, которые берут те имени. У них есть там компании, которые уже с опытом. Вот. Ну, и в основном свои проекты. То есть свои. Очень рад вас. Какой вопрос. Ну, подходят очень уроки. Каждый день. То есть какие-то там взаимные идеи, там. Службы такси на ICO. Можно собрать 200 миллионов долларов за месяц. А вот. Какие аргументы вы находите, чтобы человек убедить, что вам это не нужно? Подпродукт? Да, да. Существуют? Нет, вы можете озвучить просто, рассказать. Вот мы не занимаемся вот этим. Давайте то есть. Вот это от отрицать. Кто не боится? Есть? Я просто пытаюсь понять. Нужно, могу ли я к ним трудничать из-за ICO там? Ну, да. У вас продукт. Чисто офлайновый бизнес. Оборудование для молочных ферм. Оборудование. Принципиально новые технологии. Новые технологии. Новые технологии. Такой нету еще. Нету ничего похожего. Европейские фермеры наши, так сказать, те, кто был подведен. Международная тема. Это работа. Ну, как-то я вообще не представляю. Мне FIAT нужен, то есть там. За оборудованием делаем кинем. Не сами. На контакт. Мы разрабатываем его. Но вы можете размещать. Ну, потом, ну да. Схема там через FIAT вы можете это сделать. Вполне. То есть это получается не тема такая. Опять компания с голландской. Мы запугались. Значит, я бы решил вам оформлять это как при продаже, как опцион, по сути, на продукцию. Значит, дисконтом. Таким образом, он будет интереснее покупать. А кто будет эти токены покупать? Наши покупатели фермеры. А токены кто будет покупать? За фермеров мы просто дотянемся. Ребята, купите фермеров. Вместо того, что не проще их может быть собрать предоплату за будущую поставку оборудования. Вот. Да. И приходим к тому, что вариант привлечения инвестиций или предоплаты. Их несколько. И вы рассматриваете тоже как один из вариантов привлечения средств. И дальше просчитываете, сколько вам это будет стоить. И зачастую получается, что, собственно, обычные методы работают даже лучше. Да. То есть есть некая работа full-time большой командой. А у меня там лучшие студенты, которые сейчас работают, и они будут заниматься. Значит, когда нужен ICO? Вообще, ICO? Это наша крауд-тема. Это то, что идет в продакшн. Конечным потребителем. Если это какие-то... Ну, тот же цирконий, да, он собрал. Но кто из вас использует цирконию в повседневной жизни? Никто не использует цирконий. Кто покупал цирконий? Я не понимаю, кто покупал цирконий. Тоже с молочной эфиром. Молоко я покупаю такое. А из всего, условно, какой-то новой технологии, ну да, интересно. То есть какая-то там штука, которой будем производить продукт, который он не нужен. Нет, ну, в принципе, не вдавайся. Потом все равно, как бы, наш проект завязан на молоко, в первую очередь. Оно идет некое первое звено, а основное, как бизнес будет создание нового молочного бренда. Да. Вы, когда вы просчитываете... Молоко будет, там, с тем, кто вообще, там, может быть и нужно. Будущий, там, факт, может, нужно. А как определяется, кстати, вопрос такой, определяется стоимость токена. Ну, то есть... Сейчас отвечу, значит, про стоимость тоже. Вот смотрите, ну, по кейсам гораздо удобнее лучше рассказывать. У вас есть, значит, бизнес, да. Бизнес, естественно, должен быть растущим. Вы какое-то ограниченное количество токенов выпускаете, которое обозначает, собственно, это оборудование, да. Потом, значит, эти опционы будут покупать обратно. А за счет этого они растут. То есть, там есть инвестиции, либо заранее, значит, купить, и, собственно, оборудование получить. То есть, диспорт уже заранее. Вот. Причем это, ну, опять же, юридически оправлять, да, либо, ну, оферта, пускай это будет, или просто какой-то договор, если это крупный заказчик, да, прописываете, что да, при предъявлении токенов. То есть, вот он оплатил, то есть, вы даже на свой счет на баланс поставили все время, значит, и отдаете ему токены и прописываете, что при предъявлении токенов, то есть, это значит, что он их не слил на бирже, а, значит, он придет вам, и вы их обратно забрали и уничтожили. Вот. Таким образом, вы постепенно все свои обязательства закройте. Вот. Дальше молоко. Это, ну, я называю операционные токены, да, то есть, есть растущие токены, но есть операционные токены. Молока может произвести очень много, то есть, он не ограничен. Вы можете дальше заявлять в том, что делаете платформу, значит, там, пищевой промышленности, например, глобальной, да, и предлагаете туда включаться вообще всем игрокам. Это уже другая тема, другой проект. Вы можете являться таким инициатором и прокачивать свой бренд. И дальше этот бренд будет, ну, соответственно, расстать, расстать свою компанию. Вы, как бы, таким образом, свою компанию уже, ну, уже к токенам отношения имеете, ну, сама компания будет расти. То есть, вы проводите PR-компанию, да, с помощью вот этих вот новых технологий, и почему нет, сейчас очень многие, ну, тот же IBM, да, они проводят, наверное, продажу там, по сути, обычно там, ну, какой-то синтализованных каких-то решений, да, блокчейн, да, называют слово блокчейн, и дальше покупают. PR. Многие так делают. Да. Можно вопрос. Вы сказали, что токены. Да. Ну, сейчас секунду. По поводу стоимости, да, если мы операционные, то, значит, 1-2 проблока, ну, соответственно, стоимость, ну, что в доллар, да. Вот. А когда это только на покупку оборудования, например, говорить оборудование стоит, там, 30 долларов, пропускаете с тысячу токенов, ну, понятно, на финал, да, продаете с дисконтом, там, 50%. А если это виртуально, то, да. Ну, то есть, как определить виртуальную игрушку? Нет, это не игрушка, например, это некоторый сервис, в котором я могу что-то оплачивать с помощью этих токенов. Новый. Новый, да. Ну, что-нибудь, ну, например, как, я не знаю, возьмём, ну, вот это сон, что было, да. Ну, нет, 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 я имею в виду сам принцип, да, есть виртуальный продукт, и... Короче, если существующий, например, можно выпустить токеновый под хостинг, вот, тогда понятно, если начинается цена хостинга, да, и её можно сравнить с тем, который выпил, но если это какой-то новый продукт, то есть, ну, там нет, цены вы сами можете получить. Наверное, да? Окей. Да. Да, мы говорим, что не стоит закладывать акции, нужно поэтому, по-другому, по-другому. Ниция, почему закладывает, потому что, как только вы обещаете получение, говорят, прибыли, ну, да, и вам надо будет... То есть, ну, вы... Если вы, знаете-то, юридически не проводите, то вы машину, где-то уголовный государственный, то есть, в этом плане, вы не можете обещать, а выплату дивидендов вообще не уходим везде. Но сейчас, по-моему, наоборот, это стало... уже стали хорошо собирать компании, которые... акселераторы компании, компании, которые выводят по ICO, они просто... Читайте внимательно, что они обещают. Я рассомневаюсь, что они обещают в другом периоде. Они создают ауру того, что это будет расти, потому что, значит, по тому, и дальше там, ну, юридически они... Вы, например, это где-то найдёте. Более того, если кто-то... сейчас... Если кто-то ошибся, или где-то написал, как правило, стараются быстро это всё скрыть и давить. Такое есть. Так, пожалуйста, да? Вопрос ещё. Не, ну, мне касается вопросов, вы просто... Влад. А вот у меня парочка вопросов. Вот один кейс такой, я просто делаю мессенджеры разные, нишевые. И вот один мессенджер хотел сделать платформу как для шеринга всего. То есть вот первый это электротранспорт. То есть не нужно каждому иметь свой там гироскутер, владеть гироскутером за шеринг. Когда сдаёшь на платформу, генерируешь рэндхорны. Да. Когда забираешь, отдаешь. Да. Сейчас такое делаем. Ну, то есть, соответственно, подходит, да, под эту тему? Да. Ну, это глобально надо делать. Да, да, да. Вот. И мы как раз в Азии сейчас хотим это тоже начать. Вот. И в связи с этим вот ещё вопрос. Я видел просто вот эти кейсы про ICO. Читал, смотрел, значит. Там некоторые проекты делают на вот эту свою валюту. Делают либо на эфириуме, да. А некоторые делают свои блокчейны. И на них прямо пишут. Вот. Можете пояснить, в чём разница? Потому что я проверил. Программисты такие безумные. Цены заламывают. Там по пятьсот тысяч, по шестьсот хотят в месяц. Да. Ну, сейчас. Да. Да, рынок. Если, ну, в вакансии посмотришь там до четырисот пятьдесят рублей, а до 150 до четырисот пятьдесят рублей, а до тысячи рублей там какую-то компанию белую. То есть, ну, где-то что-то вообще. В общем, смотрите. Выпускать токинг, значит, сейчас по сути несколько... Значит, свой блокчейн создавать смысла нет вообще. В блокчейнах и так создано много. Те люди, которые создают блокчейн, они специалисты. Если вы этот специалист, вы здесь не сидите, не смешите внимания. Вот. А вам нужно токены, выпускать токены в основном либо на EPU, WAVES, BGF, ну, раньше NST был, сейчас он не популярный. Ну, пожалуй, пока все, значит, в Голосе там планируется. Ну, по сути, у вас там два основных выбора. Либо, ну, три пускай, да? То есть, либо WAVES, либо EF, либо WAVES, либо BitShare. Ну, три варианта. Скорее всего, оба есть. То есть, вам нужен только один контракт, ERC-20, который будет собирать деньги и выпускать токены. А вот. Это наиболее правильный такой сейчас вариант. Спасибо. Так вот еще. Можно? Да. А почему, вот вы говорили, использовать, ну, желательно использовать ESCROW в виде человека, почему не использовать стандартный механизм ESCROW сделок, допустим, встроенный в биткоин? Ну, это подпись имеется в виду. Нет, ESCROW, именно ESCROW в сделке или биткоин. Ну, биткоин, сделки, там есть мультиподпись. Нет, там есть ESCROW сделки, которая подозревается в выполнении определенных условий и реализации транзакций. Ну, правильно. Да. Про это идет речь, значит. Не путайте, это не то. Хорошо, это да я не понимаю. Так, все. Ну, ладно, еще, правильно вопрос, наверное, а чем мы думаем, что в реализации не стоит закладывать токены, что-то бы лучше. Какие-то, конечно, и обещать свои акционеры. Товар, самое лучшее. То есть вы делаете куплю-продажу, что он выпустил, ну, как на гусе, да? То есть вы можете зайти, там, в Вейнс, купить гуси, токены, да? Это будет обозначать, собственно, что вы купили гуся. Дальше мы это юридически сделали как? То есть это как клуб, да? Мы его назвали там общественной организацией безобразования юридического лица. Есть такая юридическая форма в Российской Федерации. Дальше, ну, естественно, нету юридического лица нельзя предсчетно отпустить, да? А идёт дальше на физику. То есть вы, условно, покупаете, там где-то какая схема. Значит, кто-то купил за рубли. То есть эти рубли дальше передаются производителям. Производитель с них 6 плюс 1% заплатил ККП и поставил, значит, на продукцию. И вот этот токен обращается внутри клуба. По условиям клуба, когда вы, собственно, на сайте регистрируетесь, либо покупает токен, либо забирает продукцию, вы обязаны быть членом клуба. То есть в этом плане вы должны идентифицированы быть клубом. Ну, естественно, преждением Российской Федерации. И по условиям клуба вы можете передавать купленного ГУСЯ внутри членов клуба. Вот такая схема. А эти ГУСЯ не получилось сделать? А это ответственность полностью решит на производителя, потому что деньги они получают? Нет, ну а как же риск и все остальное? Если ГУСЯ не получилось сделать? Я вот делал ГУСЯ генетические. Производитель взял деньги по договору купли-продажи. То есть, получается, все проекты, которые сейчас сделают АСИО, они должны сто процентов, ну или я что-то не понимаю? Нет, это наша схема. Как я рассказывал, она белая. И она обеспечена тем, что продукция обеспечена. А если есть определенный риск, то, что не получится сделать? Это идет обычно в архитраж юрисдикции Российской Федерации. Потому что человек взял рубли. То есть, производитель взял рубли. То есть, это полностью белое. То есть, ни с какими токенами не работает. И по договору купли-продажи он должен соответствующий количеству ГУСЯ его выпить. Все. Пожалуйста, я выбил токен. А как он конвертировался до производителя? В примере дейкен, его кто-то купил за рубли. А потом? Оно передается с рук руки. Значит, напишут, сколько угодно раз. Ну, между членами клуба. А идентифицируют, что потом, кто придет, забирает токен, все должно быть членами.